Всем привет, ребят! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Сегодня нас ждет сотый поединок. Я, конечно, решил поэкспериментировать немного с сотым поединком, попробовать нового персонажа спауна, да и вообще посмотреть, что из этого всего получится. Да, ролик будет достаточно необычным, возможно, очень сильно косячным, поэтому не буду уверять вас, что пройду этот поединок с первого раза, да и не нужно нам это. Главное протестировать, что вообще будет прямо сейчас происходить. Я сразу же перейду, наверное, в игру. Здесь очень много интересного за последнее время появилось, и на это все мы сегодня посмотрим. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. И самое главное помни, на сайте gamegold.ru самые низкие цены и самая быстрая доставка. И что у нас вообще в игре поменялось? Для начала давайте перейдем сюда и посмотрим, сколько испытаний появилось. Красиво, не правда ли? Можно очень много душ накопить, потому что приблизительно плюс-минус здесь около трех тысяч душ можно урвать. Ну, приблизительно, может чуть меньше. Это не важно. Главное то, что испытаний очень много. Эти испытания сделаны в честь выхода нового, получается, комбат-пака, насколько я знаю, Mortal Kombat 1, где добавили Триборга и Сектора, ой, Триборга и Сектора, Сайрокса и Сектора, и они стали женщинами. Также добавили классического Нуба Сайбота, потом добавили терминатора жидкого Т-1000, то ли как-то так он назывался, и кого-то еще, вот я забыл совсем про это, какого-то еще персонажа. Но, в общем-то, персонажей достаточно немало. И таким образом, видимо, в честь выхода данного комбат-капа, пока, да, именно комбат-капа, в честь выхода Джонни Кейджа, естественно, и выпустили три этих испытания. Приятно. Далее, если мы перейдем сюда, то сразу же мы видим подарок. Нам подарили 100 душ и 50 сердечек. Приятно. На самом-то деле, вот просто обычный подарок, непонятно чему посвящен. Может тоже какому-то определенному выходу, какого-то определенного обновления, не знаю, без понятия. Но, в любом случае, подарок есть. Даже если и бесплатно, так это тем более приятно будет. По магазину. Бесплатные награды. Нажимаем исследовать. И смотрите, здесь таинственный набор порождения ада есть. Алмазный персонаж может выпасть, плюс экипировка самой башни. Очень круто. И, конечно же, можно нафармить нормально так душ. Около соточки так точно. В спецпредложениях праздничный набор МК-1. Давайте отпразднуем выход Mortal Kombat 1 вместе. Откройте этот набор, чтобы гарантированно получить три карты различных вариантов. Люкан, Скорпион и Саб-Зиро. С повышенной вероятностью получить карту алмазного персонажа, Бога Огня Люкан. Набор также включает 200 душ. Содержимое. Три случайных карты, плюс 200 душ. Прикольный набор. Стоит всего 6 долларов. Рискнуть, конечно же, можно. Хотя шансы, ну, тут не самые высокие, поэтому тут уж кому что нравится. Скорее, выход не новому, не новой игре Mortal Kombat 1, а новому обновлению. Поэтому здесь небольшая такая, знаете, заминочка произошла. Непонятно. 60 долларов. Коллекция спауна. 60 баксов стоит. В принципе, достаточно интересный набор. Одна карта алмазного персонажа спаун, две карты алмазных персонажей, две карты золотых персонажей и одна редкая карта снаряжения, Косем Кожа. За 60 баксов могли уже и полное десятое слияние дать этой карте. Все равно она для спауна, который не прокачан до десятого слияния, ну, точно будет бесполезной. Максимум, если ее юзать на других персонажах, и то, похоже, идентичные карты есть, и поэтому даже не знаю, нужна она либо кому, либо нет. 120 долларов. Следующий набор. Пополнение своей коллекции. Открыть эти потрясающие наборы, чтобы гарантированно получить 10 карт Скорпиона из списка. Ну, и получается, по одной карте, скорее всего, у каждого персонажа выпадет, и три карты снаряжения. За 120 долларов, ну, такое себе. Хотя, если мы 120 поделим на 10, это буквально 12 долларов за Скорпиона. По меркам игры это довольно-таки неплохо на деле. Ну, и плюс три карты снаряжения еще сверху закинут. Вот, например, летний комплект. Что у нас здесь имеется? А здесь у нас разные персонажи выпадают с различными шансами, поэтому, ну, тут, опять же, выбор очевиден, кто что захочет. В общем-то, да, такая ситуация. В принципе, по наборам все понятно, и все вроде как ясно. Далее, в наборах карт мы видим набор летнее пламя. Он уже был в игре. Здесь довольно неплохие персонажи выпадают. У меня они практически все прокачаны, поэтому выходим. Да, конечно, хотелось бы достать Скорпиона, но тратить 450 душ я не советую. Такая себе затея. Для новичков советую набор преисподней старшей боги. Выпадают алмазные карты с шансом 5%, и достаточно часто я, когда путь новичка играл, там прям нормальная такая бомбезная тема по выпадению алмазок была. Ну, и в общем, на данный момент это рай для новичков, где, в принципе, чуть ли не в самом начале игры спокойно любой новичок может получить нормальную такую награду. Так, Кристаллы Дракона. Здесь у нас появился набор Даром. Шесть дней. Мы в следующем ролике пооткрываем обязательно. 15 наборов Призыв Скорпиона из МК-1 и Спаун Терзаемая Душа. Как-то больше хочется именно этот набор. Не помню, какой у меня прокачки персонажей из МК-1 с МК-1, но не все еще прокачаны. Плюс хотелось бы, конечно, вот эти вот наборы пооткрывать. Тут шансы, конечно, на более-менее хорошую экипу. Такие прям очень-очень редкие, но, конечно, было бы классно, если бы я пооткрывал даже эти наборы. Ну и наборы Призыва, ну, такое-такое. Здесь чего-то интересного для меня точно нет. Хотя, да, Эпик-карты, это классно, конечно. Но, опять же, кому что, кому что, как говорится. Так, рассмотрели. Рассмотрели дальнюю часть обновления. Сейчас посмотрим Люкана МК-11 с Абзиром МК-11 и Скорпиона Ударной Группы. Единственное, что здесь я не совсем правильно заюзал, это Сабыча и Люкана другого. Почему? Потому что сборку я делал именно на телефоне. Я не знаю, почему не сохранилась вот эта вот сборка моя. Это очень странно, потому что я реально ее на телефоне делал. Все было нормально. Но я собрал вот такую вот команду, поэтому давайте я прямо сейчас ее переподберу. и мы уже, соответственно, продолжим. Для себя я подобрал вот такую вот сборку. Прямо сейчас я собрал экипировку. Здесь у меня акцент сделан на то, чтобы у меня были каменные луны для пробивания блока всему отряду на 19%, хотя бы темная мантия для защиты и, конечно же, счастливая шляпа работника, разбойника. Отчасти работника, именно работника. Для того, чтобы, конечно же, сразу же щит появлялся на 15 секунд. Это классная тема и плюс параллельно защищал персонажа. Не знаю, как это будет работать. Естественно, плюс прибавление за счет пассивной способности здоровья моим двум дамагерам. Это Люкан, у которого есть бруталка, плюс молот гнева. И, конечно же, Скорпион, на которого я поставил тупо, тупо прям экипировку самой башни. Посмотрим, как это все будет работать. Ну, возможно, хреново. Спорить не буду. Но все равно протестить стоит. Так, за скринью я, пожалуй, сотый поединок. Посмотрим вообще, как спаум справится, как он поможет моему отряду. Да и вообще, разберемся сейчас, как можно, конечно же, отыграть и при этом не закосячить. Ну вот, поджог вначале. В принципе, для моего Люкана это просто какой-то нестандартный плевок, потому что для него огонь это не проблема. Наоборот, смотрите, сколько он урона нанес. Хотя, что-то здоровье-то обратно вернулось. Так, 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 здесь замена. Здесь нужна замена. Вот, блин, наверное, все-таки реально Скорпион на замену применил. Видите, он меня перебил своей этой контратакой и, в общем-то, такую хуже сделал. Так, хорошо, хорошо. Давай, 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 вытягивай. Вытягивай. Так, отлично. И давайте здесь без щита пока отыграем, потому что я в любом случае хилиться за счет самой экипы Люкана буду. И мне этого будет достаточно. Так, вешаем оглушение, если это можно сделать. Да, оглушение повесить можно. И далее 49% мы убрали. Тут я сделаю замену, пожалуй. Ага, ну он тут меня выцепил. В принципе, молодец. И оглушение повесил. И вот сейчас слетит, блин. Давай-ка, давай-ка, давай-ка перебьем, потому что я знаю, что это может произойти. Исчезай, фу, не треснул. Хорошо. Персонаж не треснул, все нормально. Еще около минуты у нас есть, чтобы поиграться с данными персами и посмотреть вообще, что получится из этого всего. Давайте, наверное, замену снова сделаем. И расстрел. Здоровья, конечно, становится меньше, но тут, к сожалению, по-другому никак. Плюс отключим хилку. Ну, на всякий случай, вообще это не играет никакой роли. Ну, всякое возможно. Так, и сразу же замена. Скорпион решил не выключаться. Чего? Реально? Я думал, он сейчас сменится. Ну, потому что чаще всего они сменяются сразу же после того, когда чувствуют, что им приходит жопа. Ну, вот как сейчас, например. Блин, блин. Ну, это же дамагер мой основной. Козлина, мразота. Выцепить успел. Ну, не успел, да, я замениться здесь. Не спорю. Не спорю, что не успел замениться. А треснутый персонаж, это херовый персонаж. Для данной игры, конечно. Так, ладно. Наносим тогда спецприем второй. Ой, третий. Третий. Какой второй? Фотолблум наносим. Так, ну и тут, конечно, уже пошла небольшая дичь. 14 секунд остается. Ну, и тут, конечно, будет по большей части одни промахи. Я даже пробить блок не сумею. Да, 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 да. Хотя, хотя, ну, видите, на промахах. Чисто на промахах. Промах, 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 промах. Я просто промахнулся и проиграл. Блин, не люблю, когда трескаются персонажи. Это прям отстойная тема. Иногда просто ты не можешь вовремя замениться. Не потому, что ты не понимаешь, что нужно меняться. А просто по той причине, что персонаж наносит какой-то уже заранее заготовленный урон. Когда ты просто не можешь уклониться, даже если очень сильно хочешь. Когда ты даже чувствуешь вот этот вот фреймрейт, когда нужно прям замениться. Игра тебе этого не дает делать, потому что здесь золощена вот эта вот вся система. И, к сожалению, по-другому никуда. Просто ты ничего не сумеешь с этим поделать. Здесь вот я не люблю наносить именно удар огнем. И плюс я, блин, вот здесь бы я мог просто... Блядь, ну вот что он делает? Ну, я думал, что он уже сгорел. Сейчас я сгорю. Давай, ну меняйся, пожалуйста. Фу, не треснул. Ну, хоть что-то. Потому что здесь я мог реально слиться сейчас без проблем. Просто без проблем. Без проблемно слиться. Так, здесь мы делали все, что могли. И далее выбираем этого персонажа. Конечно, здесь я защиту что-то не врубил. Но, если что, скорпион, я думаю, справится. Так, давай. Молодец. Хорош, хорош, красиво, красиво. Так, ну и здесь, я думаю, надо замениться на спауна будет. Все, отлично. На спауна заменились. У него сейчас как раз-таки защита должна была быть. Ладно, ладно. Попробуем сейчас тогда выиграть время хотя бы. Замена имеется. Так, хорошо. И здесь тоже защита слетает. Не, красиво, конечно. Красиво игра поступает. Когда просто-напросто в блок уходит персонаж. Когда вот такая вот дичь происходит. Ну, у нас остается минута. Не знаю, что произошло со спауном. Куда он потерял свою защиту. Да, и оглушение, естественно. Естественно. Персонаж даже... Вот прикол данного персонажа в том, что он даже не дает выборки какой-то. О, наконец-таки. Легло все. И не дает возможности как-то отыграть. Потому что вот здесь только вот таким вот образом мы можем хотя бы отвлечь персонажа, чтобы как-то нанести хоть какой-то урон. Здесь я наношу вот такой вот удар и надеюсь сейчас на бруталочку. Ага, конечно. Скорпион. Люкан подарит вам 10 бруталок, конечно же. Ну, блин. Ну, где бруталка-то? Блин, ё-моё. Придется обычным ударом выносить и даже не вынес. Серьезно. Как уж он камень просто-напросто. Три попытки придется убить на данный бой. Просто по той причине... Ну, вот что происходит нахрен? Почему я не нанес ни разу бруталку? Ну, что за дичь? Ну, здоровьем не надо в любом случае. Поэтому надо все-таки его просто тырить. И здесь я маловероятно, что успею его добить. Даже если прям сильно захочу этого, у меня просто урона не хватит. 700 тысяч. Еще бы один ударчик здесь. И потом бы везение на бруталочку, и я бы справился. А так, ну, вот да. Такой кал прям. Прям просто кал. Поражение. Поражение. Я бы не сказал, что отряд плохой. Ну, я прям бы не сказал, что это реально ужасный какой-то отряд. Но вот такие вот такого-то рода моменты, когда реально залочена заранее какая-то система, которую ты не можешь обойти. Я не понимаю, в чем проблема сделать так, чтобы ты заранее как-то считывал, что будет происходить, и ты просто мог смениться. Потому что я видел даже, когда Андреевич Слэйр играл, у него в ролике он наносил урон. Его тупо персонаж перебивает, и он такой, что за бред? У меня такая же ситуация происходит порой. Я не понимаю, типа, как во время моей какой-то определенной атаки персонаж тупо меня перебивает и игнорирует то, что я по нему хоть какой-то урона нашел. Это вот, это дичь какая-то. Притом, я сам этого не могу сделать. Игра не дает возможности именно реализовать похожую схему самому. Она такая, не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Еще раз нет. Ну, в общем-то, три попытки ушло на отряд вместе со спауном, скажем так, в самом отряде. Да, не густо, далеко не густо, но посмотрим хотя бы, какая алмазная карта будет. Может, не на продажу, а это уже будет огромнейший, прям огромнейший плюс. Да, не на продажу, ребят. Определенно не на продажу персонажей выпадают. Да, это Люкан, это сотый поединок. Это, конечно же, классная награда, которую завезли в игру на данный момент. Многие говорят, что я хэтчу постоянно игру. Нет, я хэтчу ее только лишь за дело. И когда реально, ну, скучно, когда нечем заняться. Тут три испытания добавили, четыре точнее. Четыре испытания. Добавили классную награду здесь. Ну, просто она прикольная. Добавили бесплатные наборы. Добавили, в принципе, по ценнику более-менее лояльный набор, который реально можно даже приобрести за шесть долларов. Ну, это более-менее нормально. Кристаллы дракона здесь бесспорно. Это классный магаз, где ты можешь нафармить себе вот этих вот кристаллов дракона и потратить их на отдельные вещи. Для новичков это просто рай. Плюс даром еще дали целых десять наборов, два из которых я уже открыл, но все последующие открою уже в отдельном ролике. Это классно, это круто. Когда реально разработчики подходят немного по-иному к игре, когда они реально пытаются как-то понять игрока, это классно, это клево. И тут даже вот ты не знаешь, к чему даже придраться. Это шикарно. Но порой они такую херню творят, когда завозят какие-то наборы, просто лишают игрока какой-то индивидуальности, потому что ты просто не знаешь, что сделать в этой игре. Ты заходишь и делаешь одни и те же действия, а здесь хотя бы наборы какие-то завезли. Еще плюс ты можешь как-то поиграть. Ну ладно, новая башня это не столь прикольно, но в любом случае хоть какая-то движуха в игре началась, где ты можешь себя раскрыть по-иному. Для видеоблогера это вообще классно, потому что можно записать классно контентом. Много контента. И это хорошо. Классного имеется в виду. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok